мастерство у городским асяроди и вода и самый сучасный огонь и геронок скульптура и она не претендуя на пафосность альбо монументальность и она не получая демократичная посудности и она просто чакая своего глядача из початку девяносто городская простора могилёва сала дзинного сародком гэты пленебарковой пленерной скульптуры я на ней просто упрогоживание городских территорий а хучей наполнение осенсывание визначение акценту творог это вельми открыты за всюду уступают у диалог як наша русалочка панад ваду добровенцы а надалей уздов жрачулки лямоста у траве мураве сарам лива стаялась акупальшица якая шпрагажунья а на той бок на супрацлеглым березы гудзенью дымцы не вода працарит и пчаленный рой гэту марави гранитного пылу десы творцов спят сикраин свету створают для могилёва каменную каску минавито такую назву обраде для чаргового международного симпозиуму паскультуры селета прасвечена семсот пятидесятью гудзю города и як же не выкарастыць махчымыць дели знаёмства размова створами некоторых аутару ум вилюцу уже наладзиуси диалог а упрочывание новых минавито на плэнэры и сныя уникальная махчымыць назирать сам процесс сотвору литерально днуля докладник просто с глыбы что я дрозневая плэнэр от працу мастерами навод для самих творцев здесь ты приезжаешь с сумкой с инструментами и видишь перед собой какой-то блок каменный и ты понимаешь что вот есть он и есть ты и только от тебя зависит что из него выйдет и ты от начала до конца с ним сначала как эта форма камня вот камень сам какую-то идею до привносит автору да и автор немножко чуть-чуть по-своему и опять отдает а потом как это вот обмен вот идет между камнем и и скульптором вот мы играем камнями этими и делаем допустим я же пришел без эскиза я посмотрел на камни и стал думать сейчас это я играю для меня это игра то удовольствие это творчество хоть это и физически очень тяжелый труд а то и пленэр как вот живописи и тут так тут тоже и сюда такие легкие вырваны из камня ожившие из камня почему потому что в камне заложена энергетика стоя который притягивает как бы человека уже тоже как бы живое как организм растет камни на полях посмотрите нет на поле вдруг появляться через то 10 лет камня полевая валуны волоты а леотворцу живая частинка матуле земли и такой торопятливая не просто ягда материалу а мы что сакральное ставление тени коронится у самой нашей истории ментальности для белорусов да для белорусов для прибалтики все-таки ледник он свое дело сделал и он нам оставил вот на память вот эти вот камни поэтому да я тоже считаю что у каждой страны есть какой-то свой материал у нас допустим досталось гранит полевой гранит валуны вот который очень часто можно видеть и национальная особенность допустим если приглашают в ту же корею там или в тот же китай конечно допустим белорусского скульптора все-таки можно узнать литовского можно узнать грузинского можно узнать все равно вот эта школа национальная или может быть в подсознании каком-то она все-таки работает у першиню на нашу пленери гость з китаю мастер джан сенджен назвал свою працу могилю джан джоу все просто навеки не выпадкова бо некольки год мужу а рады по против и для трывалости сковал все просто а литеральный лунцугом а национальную отметность зафиксовал и ролик вами и про всю сучастную унификации свету мастерство мая право на отметность даже в современной да вот здесь я вижу все-таки повесть вот это вот вот это ровно ну да да руна это это уже наши да как никуда она все-таки так со скандинавии и руна ведь и пришли пришли не были в общем я вот недавно только узнал что на нашем национальном флаге вот этого полоска там касса 17-18 рун зашифровано а им три столь на четыре тысячи лет это уже о чем-то говорит владимир пантелею кавида зволить таки вырос а луны оформлянник экстерьеру города городе утвора не пленеру и удельник шмаклики не умогилю веню першыню для того ж родом с нашего города что и стала в изначальному идеи я все-таки свой я же нужно знать историю свою еще плюс это собственно как бы почему я больше отдал перевесу в пользу этой работы то что я понимаю что вот эта земля она где-то будет или история этой земли она будет созвучна пустой работой которую делал не можно просто дать что от этого лодка времени пора течет до речи усе творцы означают и позитивный момент пленеру меня вита вольность у трактовцы темы в это самое такая сама тема где художник может раскрыться то есть он можно работать и на историческую тему и совершенно вещи но опять же вот как наш скульптор из грузии очень современный подход такой тем требований которые сегодня хотелось бы видеть скульптура джон г.берешвили мы еще не расплачуем это имя литерально от всех удельников симпозиума ботворы джона мают гонор медь на всех континентах отгутнулся знаками ты творца и на запрошение с беларуси задавание ним всегда процесс это это счастье для для скульптуры когда процессе находишься и каждый симпозиум это счастье для художника когда я приехал как раз я увидел природа здесь все камни как валяется и и это характерно для камня и так так камень свободно чувствует себе конечно бывает мегалиты тоже но есть такое решение тоже здесь есть следы следы воды на камне вот идет волна переходит на другой так как вот например древне придет отсюда потом идет правильно и так переходит то же самое так и старался сохранить самобытный язык камня и еще диалог камней подходишь они камни сам себя диалог составляет и когда люди зайдут внутри тоже диалог состоится и начинается дискусс между камнями и людьми и супольные братцы на пленеры отзначая слабый мастер так сама диалог чекавы у самой розности концепции школ поколений вот как раз в этом в этом процессе когда мы вместе все для них это очень хорошо и для нас тоже потому что молодежь иногда как прижечь сотворить что-то зато ими думали и для них опытные люди очень очень важно потому что опыт когда имеется и свою силу сергея кредюка самого молодого у денег а планеру не так легко спровоковать на размову заданности и отказанности недавнего студента академии и он имкнется утримовать сками к боже твору уступить у диалог майстров працючих тут и ваусю шматстатности жанру совершенно верно да они они все равны да по своему содержанию тематики по форме композиции это это однозначно интерес особенно мне вот да как молодому студенту рода и получаться и у кого-то чему-то поучиться можно да у кого-то да опыть как это там набраться да где-то что-то всякие нюансы сергей мгилевиц шляхтель навитого юнака наша другая школа с архитектурно-мастатским ухилом минске калеж мастатству имя хремчика и академия мастатству и артанью мигилев працы присвечены родному городу гривасты лев як строма днепра на якой и узрос мигилев зля домы сегодня усим знакам ратушей редко мы побачили твор уже на призначенном месте у парку под миколе некий только нарожается и тут же звернули увагу не еще одно просвещение ящий одного мгилевского скульптора для что так бы мовится снова мастатского гнездище литерально за одной школы али не шукайте подобенства скульптура это каждая на творческая работа то есть она не преследует какой-то концептуальной идеи каждый сделать свою интересную задачу решает ну во первых девушка это всегда приятно делать ну мне нравится ну и как прям привязка к истории города как раз день города а потом купали будет ну такой праздник купаловская ночь вот девушка пришла на берег днепра там может веночек пустить может сплести его ну так вот может место такое будет что вот встречаться вы уже злени и 3 лишь разное то есть ну как построить для одного человека это ерунда какая-то многие даже пожилые люди приходят и интересуются то есть ну я удивлен даже что вот так вот кому-то все равно мимо проходит а вот олега ковалева кировцу крана тут на пленеры меня помыли дачу мне летит худший соудельникам с аутором да и самому сподобается мрачу не нравится нравится работать хорошие ребята знакомые лица для нашего города старается ну и я как бы укладываю свою пассивный уклад в эту работу помогаю ребятам как мало скульпторы а стропить как-то уже них не очень получается приходится помогать им хоть застропить правильно показать уже ну через молодцы уже уже вторую неделю с ними не уже стропят самостоятельно уже все делают они уже творы творческие работники было просто ко мне до целый день моих разбрасывали стоявый день мы разбрасывали и делали более камня сейчас конечно же есть на что посмотреть есть на что посмотреть а вот некоторые ходят и говорят день пускай ходит пускай ходит вы хочу день и никуда пускай ходит варе люди даже не говорили ну а это ж красиво тоже на века и а после заселия идеологии ничеканная высветлилась и оценилась и принялось и людьми что скульптура это не только звыклая бронзовая статую на гранитных постаментах алле и уникальные пластичные объекты сдольные гармонизовать с формами архитектурными и с асяродзем и и могилю в этом сенси уникален при нам цю беларуси только у нас пленеры по скульптуры можно казать традиционно хотя печатная тысяча девяносто другого года засталося не шмат не долговечный материал дерева алле у камни гэтае творы стали патребны городу и его же храм не только як орнаментально забавляльные элементы урбанистичной штуденности я не зашли с пидесталу и означили место где неуловный дженниус луки и не место становится видовошным у городских скверах и парка их творцы коле доводятся завитать суды с новыми идеями як зараз григоры султан с молдовы отчувают уже знамя праздник повесть и вот когда проходишь мимо своей работы какие чувства ну это приятно скульпторов есть вот это такая сторона не знаю даже как его правильно назвать наши же работы под открытым небом их люди видят и когда солнце на них светит и когда дождь идет и когда зима и они же подписаны и имя наши как бы живет и будет жить дальше дольше нас так вот я просто у меня задача только как вы даже в своем творчестве немножко избавиться от реализма уйти так скажем более абстрактное искусство допустим вот я сделал эти стулья за эти камни вроде такие хаотичные за все и два просто среза и будет отполирована этот цвет есть красный цвет и этот красный под тем камнем будет подставка красная и будет два цвета правда черный и красный почему не назвать просто от того что вот мы видим черные красные это таинство зигзагообразные наша дорога жизни да вот все это считаясь как-то намеками как я всегда говорил даже когда делал возвращение волосы на друг намеки должны быть в каждом произведении должен быть номер у любым выпадку як ли широкого кола глядачу так и для досвечных аматору яки усведомляют сутарышлевать з'яву сучасном астаспи у вынека симпозиуму есть предмет роздуму нихта створая абстрактная в образы для ищих основы творчага пошуку став юмисты выразный символ яки райтниц подобного рода пластыку змовы объемного дизайну для третих основы творчих а святопогляду застаётся реализм вот так как у нас тема сказки камни да поэтому я решил посетить такую работу которую и понятно и взрослым и детям ну она будет тоже не так просто разбирать скажем что я заложил такую тему связанную с водой нашим днепром как бы название днепровская ракушка санта ну скажем и ракушка и не ракушка с фантазией со своей определенной сейчас не знаю как она получится в конце я думаю что получится поэтому там будет и вода и там вот какие-то растения может быть на эти водные ну то есть такая своеобразная стихия скажем который живет человек и ракушкой корни алексеев старыш нам велеска скульптуры а лепр и усея данности школе не просто его образа трамался и от заправлены творца и он не отмоляю пошуку на этом плане уже много формальных композиций скажем такие которые декоративные если из которые вообще относятся как бы чисто к среде просто взяли камушек мы там можно делать что угодно мне и он вы смотрится потому что камень он уже сам по форме уже работает а когда на них хоть какое-то изображение небольшого на россии был там пусть будет тоже он будет смотреться гуринч паек сербия ясчет на славу это имя у свете сучасной скульптуры в першине у беларуси у дзенеки пленеру зразумела знайомы зяго вышуками по каталогах и пабликациях не хавают свайгу захопление от смелости думцы узносины с формы и тут на могилевском симпозиуме а лишь и ворон с чиры декалек досы размене искусств досы изразумела ле дозвольте проклад сэрс ва у заему с бахачэням астатства камень однольковый а легкожны укладая свою дею весь обрукство и зараз и а пасля завершение гэта рады и упоразумение творцу и у неподобенство творцы розных краяну укладают заправцу свои эмоции и календы с добром и покидают свыше мама много чему до причем обязана за уме для нас ворон шпайк покинул кришталь як символ долгой суперечливых складанных историю города и як заклад оси пероможны эмоции веры у будучи кристаллизации кристаллизации такой сезон кристаллизации кристаллизации процесс долгий и я покинул ягу на волю камню и так я и визуализовал задумку кашу ресторан работа скульптора она обычно в знаете индивидуально то есть сидишь в своей мастерской один и работаешь то когда все-таки ты попадаешь в некую компанию такую всегда черпаешь множество информации ведь я например вот познакомиться с гороном я его не знал никогда увидел его работы там в каталоге и просто поразился что какой мастер приехал к нам или тот же джон из грузии приехал тоже очень известны всемирно известны скульпторы конечно их к их словам очень прислушиваешься да они какие-то секреты свои выдают сергей сотнику белорусский мастерский скульптор добрые дома и замежем икраины накладая у витебском университете и мама шерова али удел у пленера а у мухилёва уже четвертый лиджи скаштовностью для творца мне нравится и абстрактная пластика нравится и символические какие-то вещи такие которые несут какой-то более понятный смысл но всегда достаточно глубокий философский но понятны людям да и в этом и есть смысл конечно любая скульптура должна человека заставить задуматься именно витасюль это дима гилёва бой сам не он похоже нет нашего города пропонавал уластная к точно символичное его уявление у меня по идее было по эскизу рыбка несущая города как некая такая чудо рыбаки туда такая вот как некая вселенная камень нес кое-какие корректировки и пришлось уже сделать и работают я и называл ее и днепр потому что она вот плывет между в городе плывет там ниже домики здесь повыше домики как и в могилёве есть более высокий берег низкий берег да это свойственно днепру я не знаю как я назову в итоге и и ну была такая идея что ночной город назвать эту работу потому что все-таки получилась она достаточно темная такая рыба как аллегория ночи такой вот которая поглощает этот город и вот некоторых домиках есть окошки светящиеся то есть у кого-то горит огонек еще да но в целом это как будто бы ночной город вот а рыба это ночью аллегория ночи такой ну вот это точно она посвящена могилёва потому что вот этот город это такой вот стилизованный могилёв в моем видении вот и я посвящал эту работу именно городу могилёва я решу усе скульптурные просвещения города все литую пешенью разместились и на одной парковой территории и этим можно с патриотичным запалом хоть помарить об парку скульптур дальше пешима беларуси конечно это может быть началом если например проводить даже раз в три года этот линейр и обогащается время вот этот парк то это будет прекрасное туристическое место и айта суднасти чем и дрожневица парк скульптур агулас на пару раз разумела что без сучасного города звычайный парк мая великое значение богатым есть от починку а лишь парк скульптуры это ся роде наполненная еще и эстетичным в хава учим с места конечно конечно и я например всегда за то чтобы еще а скульптуру были такие близкие людям я например вот эту скульптуру попросил чтобы поставили пониже ну чтобы она не на такой высоте стрела в разы ниже чтобы дети могли забираться на спину потому что и потрогаешь она теплая гладкая и так и хочется вскарабкаться и посидеть наверху и почему бы нет ведь это же камень и с ним еще не произойдет он возможно силы придаст пик что еще что-то энергетику какую-то да я ведь тоже работал и может быть от меня что-то исходило в камень входило в может быть таким вот образом и скульптуры будут работать самое главное если они размещены хорошо тогда да если есть ну правильно внимание к тому как они поставлены и когда есть информация что за работа что за кто автор и зачем она находится тогда это вообще замечательно Игорь Симович ведомый белорусский скульптор працует переважно в жанрах монументальной и парковой скульптуры серотиншего автор символу помняков с линым сыном Батьковщины а у Могильове ягуб Волод Бик с пленеры 2005 года и селета не отхилился от темы я наверно как-то подошел к теме совсем глобально я делал просто сотворение мира уже ну вообще может быть так тоже интересно просто я увидел камень я ходил возле него несколько дней и наконец понял что здесь будет интересным сделать сотворение мира вот и все если бы камень был другой формы было бы наверное другая работа и особливо подкресливая скульптор пленерный дух творчества ну как это но как как в музыке это собраться играть джаз это что-то импровизация то есть что-то свободное вольное на такую тему всегда хочется что-то интересное ответить подойти не традиционно к вопросу вот часто от этого и праздник на пленэрах получается айдую пешиха парку скульптур минавито тут для дома столичный мастер потремал захватывание буду рад буду рад если еще продолжение будет туда к выходу к воде потому что чем больше простора тем интереснее работа выглядит скульптура должна быть спускаться со всяких высоких постаментов когда она находится в парках и чтобы люди могли контактировать даже если она непонятно чем-то она интересна тем что как это вдруг сделано интересно вот тут я не саправды пропанують диалог следачем и не так важно быть до свечи на взнауцей да разбираются в мастерстве головная свобода кап человек был открытый тады двор раскрыется мастерство это же сфера якая знаходится память розумом и душой и как мне сдается мастерство треба и не только разумеет кольки отшу вать приглядитеся прислухать мастерство